Творения, приписываемые святому Иоанну Златоусту и отнесенные в издании Мине к разряду в Пурия, том 8, книга 3, святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, на усекновение главы Престечи и Крестителя Иоанна и об Иродиаде. Опять Иродиада беснуется, опять неистовствует, опять пляшет, опять требует у Ирода главы Иоанна Крестителя. Опять Изавель хочет захватить виноградник Навуфея и изгнать святого Илью в горы. Не один, я думаю, волнуюсь при воспоминании об этих событиях, но и все вы, слышавшие голос Евангелия, вместе со мной удивляетесь и мужеству Иоанна, и слабости Ирода, и зверской ярости нечестивых женщин. Что же возвестило нам Евангелие? Оно возвестило о том, как Ирод, схватив Иоанна, заключил его под стражу. По какому поводу? Ради Иродиады жены, Филиппа брата своего, Матфея 14, 3. Кто не обвинит Ирода, уступившего безумным женщинам в слабости? Но с другой стороны, как изобразить, как описать необузданную злобу этих женщин? Кажется, нет на свете зверя без пощадней злой жены. По крайней мере, о такой именно женщине приходится говорить мне сейчас, а не о доброй и целомудренной. Хотя, конечно, я знаю немало и честных, и добрых женщин, и считаю долгом в своей совести поговорить в свое время о их преданности добру и богоугодной жизни. Нет на свете зверя, с которым можно бы сравнить злую жену. Между четвероногими кто страшнее льва? Никто, конечно. Из гадов кто ужаснее дракона? Опять никто. Однако и лев, и дракон не так злы, как жена. Ссылаясь на слова мудрейшего Серахова. Лучше жить со львом и змеем, нежели жить с женой лукавой и злоязычной. 25.18 Может быть, ты видишь в этих словах простую иронию? Но ведь они вполне подтверждаются делами. Львы уступились Даниила, брошенного в рог, а Изавель убила праведного Навуфея. Кит сохранил и он в своем среве, а Далида, осыпшая и связавшая Самсона, предала его иноплеменникам. Драконы, скорпионы и змеи боялись Иоанна в пустыне, а Иродиада обезглавила его во время пира. Илию вороны питали в горах. А Изавель после неспослания по его молитве благодетельного дождя жаждала его смерти. Вот что она говорила, если ты или я, я Изавель, то то и то сделает мне Бог и приложит более того, если к утру, я не сделаю тоже своей душою, как каждого из умершвленных. Третья царь, девятнадцать два. Илия убоялся и пошел, спасая свою душу, и удалился в пустыню на сорок дней пути, и пришел Рафену и просил смерти душе своей, говоря, Господи Боже, довольна для меня, возьмешь меня душу мою, ибо я ничем не лучше отцов моих. Увы, пророк Илия убоялся женщины? Он, словом своим, заключивший дождь для вселенной, низветший огонь с неба, молитвы воскресивший мертвых, убоялся женщины? Да, убоялся. Ничья ведь злоба не сравнится со злобой и злой женщиной. Мои слова подтверждаются свидетельством премудрости. Нет головы, хуже змеиной, и нет ярости, более ярости женской. О, злое и острейшее орудие дьявола! Через женщину некогда ранил он Адама в раю. Через женщину вовлек он кратчайшего Давида в коварное убийство Урии. Через женщину влек к падению мудрейшего Соломона. Через женщину ослепил, лишив волос храбрейшего Самсона. Через женщину погубил сыновей первосвященника Ильи Я. Через женщину заключил в узах в темницу благороднейшего Иосифа. Через женщину обезглавил светильника Вселенной Иоанна. Да что я говорю о людях! При помощи женщины он даже ангелов не спроверг с неба. Через женщину он губит всех. Всех убивает, всех бесчестит, всех унижает. Бесстыдная женщина не щадит никого, Ни левита не почитает, ни священника не уважает, Ни пророка не стыдится. О, из всех зол злейшая, злая жена! Если она бедна, злоба ее доставит ей богатство. А если богатство уже в ее распоряжении, Оно удваивает ее злобу. Нестерпимое животное, Неизлечимая болезнь, Неукротимый зверь. Вот что она тогда. Я знаю, что аспидов можно приручить лаской. А львы, тигры и леопарды Укращаются и делаются ручными. А злая жена неукротима. Притесняемая она неистовствует. Ласкаемая надмивается. Если ее муж начальник, Она день и ночь нашептывает ему Про убийства и козни, Как и радиада Ироду. Если муж ее беден, Она возбуждает его к зависти и ссорам. Наконец, если она сделается вдовою, Тогда уж сама принимается всех бесчестить. Страх Господень не обуздывает ее языка. Она не боится ни Бога, Ни будущего суда, Законов люди не признает. Даже предать на смерть собственного мужа Для злой жены ничего не значит. В самом деле, праведного Иова, Его жена побуждала ускорить Свою кончину богохульством. «Скажи, против Господа, — говорила она, — И умри!» Иова 2.9. «О, злое существо! О, нечестивое желание!» Не тронулась жалости При виде страданий человека, У которого все тело кишело червями, И словно горячими углями Было осыпано гнойными струпьями. Не смягчилось при виде мук И предсмертного томления С конвульсиями и прерывающимся дыханием. Не прониклась со страданием, Видя обнаженным и лежащим в навозе того, Кто некогда выступал в царской багренице, Не вспомнила ни своих прежних отношений к нему, Ни того, сколько добра и славы Получила она через него, А вместо всего этого «Скажи против Бога и умри!» Вот благодарность жены, Вот пластырь, смягчающий боли, Вот закон супружеской любви. Говорил ли он когда-нибудь, Когда тебе случалось болеть, Такие слова? Не стараться ли напротив Молитвами и благодеяниями Смягчить твою боль? А ты, недовольствие, Спасившим его временным наказанием, Хочешь навлечь на него и вечное, Побуждая его к богохульству. Не знаешь разве, Что всякий грех и хула простится человеком, А хула на Духа Святого Не простится ни в семь веке, Ни в будущем. Матфея 12, 31 Хочешь видеть и другую супругу Такой же злобы? Вспомни Долиду. Сильнейшего Самсона Она остригла, связала И предала иноплеменникам. Своего собственного мужа, Разделявшего с ней ложа, Она обольщала, обманывала, Усыпляла своими ласками И своим лицемерием. Вчера любила, А сегодня обманула. Вчера ублажала любовью, А сегодня погубила обманом. А разве он не был красив? Да кто в то время был красивее его, Носивши на голове семь завитков Образ тезмеричной благодати? Или разве он не был силен? Но кто же был сильнее его, Когда он из страшного льва задушил на пути Своими руками И тысячи иноплеменников Избил одной ослиной челюстью? Или он не был свят? Настолько был свят, Что когда однажды, Томясь с жаждой И не находя воды для ее утоления, Помолился Богу, То по его молитве Из мертвой ослиной челюсти, Бывшей в руках у него, Истекла вода, И утолена была его жажда. И столь прекрасного, Столь сильного, И столь святого мужа, Его собственная жена, Связав, как врага, Предала иноплеменникам. Но как же женщина могла одолеть Столь сильного мужа? Она воспользовалась его добротою, Ночью выведала от него его силы, И затем нагово связала его Крепкими ремнями. Недаром премудрость Возвещает тебе От лежащей на лоне твоем Стереги двери уст твоих, Михея 7,5. Какой, скажи мне, зверь, Когда злоумышляет Что-либо подобное На своего самца? Какая змея Ищет погубить своего супруга? Какая львица Готовит смерть Своему самцу? Видишь, Как истинны слова Премудрости, Стирахова 25,17. Нет головы ядовитей Головы змеины И нет ярости Сильнее ярости врага. Ярости женской. Одним словом, Кто имеет злую жену, Пусть так и знает, Что это ему награда За беззаконие. Это опять подтверждается Премудростью. Жена злая Мужу беззаконному Дана будет за его злые дела. Закончим же этим Свою речь о злой жене. 610. Мы должны Вспомнить И о добрых женах, Особенно ради присутствующих здесь. Ведь добрые женщины Смотрят На добродетели добрых, Как на свои. И труды их Почитают достойными Увенчания Наравне с собственными. Как на образец доброй И странно любивой женщины Укажем на блаженную Санамитянку. Она с согласием Мужа своего Устроила в своем доме Приют для Елисея, Где он мог Беспрепятственно Отдыхать После своих странствований. 4-я царь, 15-я Здесь для него Была приготовлена Постель, Поставлен светильник И стол. Постель Не без покрова, Но с приличным Для пророка Одеянием. Светильник Не без света, Но с елеем, Поддерживающим свет. Стол Не без хлеба, Но с обильным Угощением. А что сказать О той блаженной Вдовице, Которая приютила У себя Пророка Илью? Ничто Не помешало Ей оказать Гостеприимство К пророку, Так как При своей Бедности Она была Богата Добрым Расположением. А она Была столь Бедна, Что у ней Не было Ни хлеба, Ни вина, Ни похлебки, Ничего решительного Из произведений Земных. Ни Плодомостное Поле Не приносило Ей семян хлебных, Ни виноградник Не производил Для нее Своих сладких Гроздей, Ни плодовое Дерево Не доставляло Ей осенью Своих сочных Плодов. Да и Чего же Можно было Ожидать, Когда у нее Не было Ни пяди Возделанной Из земли, Ни локтя Почвы, Годной Для произрастания Винограда. Все средства Для пропитания Заключались В нее В том, Что во время Жатвы Она ходила По следам Женицов И подбирала Оброненные На целый год. К ней Пришел Илья И при том Во время Ужасного Голода, Когда вся Земля высохла От бездождя, Когда небо Пылало Огнем, Воздух Был Раскален, Как медь, И облака Внужданы, Когда не было Ни травы, Ни цветов, Ни утренней росы, Деревья Не давали Побегов, Колосья Не колебали Своих верхушек, Когда реки Обмелели, И источники Едва питались Из недр земли, А море Огустело От соли, Так как Не было Притока Пресной воды И не падала Дождя. Тогда-то Именно Пришел Илья К этой Бедной Вдове. А как Даже И в обыкновенное Время Ее жизнь Была полна Решений, Можете судить. Тем не менее, Пророк Сойдя с горы Направился К ней Минуя Богатых, Имевших Хлеба В изобилии. Но почему Он Словом Низводивший Огонь С неба Не низвел Сделать Это? Конечно Мог. Однако Не сделал Это. Почему? Чтобы Не лишить Вдову Награды За странное Приимство, А также Чтобы Оставшись У нее Горсть Муки И немного Масла Умножить Своим Благословением. В самом деле, Пророк Пришел Сюда Не столько Для собственного Пропитания, Сколько Для пропитания Вдовы И для Обнаружения Того, Каково Расположение Ее Духа И Сердца. Это Совершилось По Устроению Божиим. Всех Находящихся В мире Святых Бог Может Пропитать Сам, Но Иногда Он Удерживает Свои Дары, Чтобы Посредством Странного Приимства Испытать Благорасположенные Сердца И дать им Возможность Принести Плоды. И Только Когда Уж Совсем Некому Принять И оказать Странное Приимство, Тогда Он Или Посылает Пищу Через Птиц, Как Ильи На горе Или Через Неведомого Пророка Как Даниила Ворве Или Через Морского Зверя Как Например Иони Или Наконец Сам Непосредственно Посылает Пищу С неба Как Отцам Нашим В пустыне В самом деле Когда Не Было Никого Кто Могут Принять Странствовавших По пустыне Сынов Израилевых Бог С неба Одождил Им Манну А Из скалы Извел Для них Воду Точно Так же Когда Он Видит Что Его Верные Терпят Притеснение Он Не Спешит Со Своей Помощью Чтобы Дать Людям Возможность Благодеяниями Притесняемым Устроять Своё Спасение Итак Пришёл Илья В вдове У которой Ничего Не было Кроме Горсти Муки Трудом Достала Бо Этой Горсти Её С детьми На Обед Что Говорит Ей Пророк Принеси Сейчас Мне Немного Воды В сосуде И напьюсь Среди Царств 17.10 А когда Она Пошла За водой Он Вслед Закричал Ей Возьми И хлеба В руку Твою И ем В ответ На это Она С полной Откровенностью Призналась Что у неё Есть И чего Нет Что Именно Жив Господь Если Есть У меня Хлеб Но Только Горть Муки И Немного Масла В сосуде Удивительно То Что При Такой Бедности Она Не Скрыла Что Именно Не Оставалось А Сколько Ныне Людей У которых Золото И серебро Чуть Не Валяются Где Попало На Приглашение Оказать Помощь Ближним Отвечают Отказом Ссылаясь На То Что У них Нет Ничего Если При Неотступных Просьбах И Согласятся Дать То Предварительно Составляют Записи Креп И Свидетелей А Вот Вдова Первого Же Слова Не Отказалась Что Есть У Нее Горь Смуки Что Затем Пророк Поскорее Говорит Он Сделай Из Этой Муки Хлеб Но Сначала Для Меня А Для Себя С Детьми Сделаешь Уже Потом Искушением Было Для Нее Это Слово Испытанием Для Ее Сердца Пробным Камнем Для Ее Воли Как Будто Самое Сердце Этой Блаженной Женщины Было Положено На Весы И Взвешивалось Куда Склонится Чашка Весов Любовь Ли К собственным Детям Возьмет В ней Верх Или Долго Гостеприимство По Отношению К Пророку И Она Предпочла Стеснить Себя И Своих Детей Но Принять Пророка Как Будто Знала Она Что Принимающий Пророка Во имя Пророка Получит Награду Пророка И Кто Напоит Вас Чашей Холодной Воды Во имя Ученика Не Погубит Награды Своей Матфея 10.41 Но Что Означает То Обстоятельство Что Пророк Просил Ее Поспешить Сделать Для Него Хлеб Поскорее Неужели Он Был Настолько Голоден Что Нуждался В Поспешности Нет Конечно А Эта Поспешность Должна Была Свидетельствовать Об Ее Усердии О Доброхотности И Теплоте Ее Гостеприимства Об Отсутствие Огорчения Или Принуждения Доброхотно Дающего Бог Любит 2 Коринс 9.7 Поскорее Сделай Сначала Мне А потом Себе И Детям Своим Поспеши Как Авраам При Посещении Ангелов Поспешил К Стадам Своим Чтобы Выбрать Ягненка Для Них Увлачения И Как Цара Поспешила К Своим Запасам Чтобы Получить Зато Хлеб Скрывавшийся В Небесах Поспеши И Принеси Как Авраам Жертву Богу Не Себе Прежде А Потом Мне Как Каин И Ох Нечене Сыновят И Росвященника Или Которые Святотатственно Забирали Себя Начатки Из Приносимых Богу Даров С Усервием Исполнила Вдова Приказания Пророка А Он Созерцая Духовными Очами Ее Внутреннее Богатство Принял Из рук Ее Хлеб И Своим Восклицанием Исполнил Дом И Ее Благо Не Скудеет Воскликнул Он Горь Смуки В В Водоносе Или Сосуде Пока Не Пошлет Господь Дождя На Землю Почему Назначает Пророк Такой Срок Необходимо Было Сделать Это В Этом Заключалось Указание Что Новая Благодать Подобно Ниспадшему Дождю Должна Положить Конец Ветхому Закону За Словом Пророка Последовало Дело Видишь Как Добрые Получают Плоды Стран На Приимство Так Славны Плоды Добрых Трудов Так Не Искореним Корень Благоразумие Теперь Вы Слышали Жены И о Злых Делах Дурных Жен И о Добродетелях Добрых Возлюбите Же Экиш И не Подражайте Тем Одним Соревнуйте А других Отвращайтесь Что Упоследовавши Стофам Тех Я Разуме Добрых И Вам Подобится Сопричисление К тому же Самому Лику Святых Во Христе Иисусе Господе Нашем Которому Слава